Слушайте, мы пришли православные проповедники возвестить истину, не отключайтесь только, слушайте, потому что здесь что делается, Содом и Гоморра здесь, здесь разврат, занимаются такими грязными делами, женщины трясут грудями здесь, совокупляются, вы зачем перед ними курите, вам не бросить, написано... Я восьмой месте здесь, я слышу голос Божий, по слову Божию, и мы пришли сюда, Бог говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет, и мы это свидетельствуем, что Иисус умер и воскрес, и дарует прощение по благодати. Вот зачем мы здесь, мы работаем здесь, я уже нашел примерно 750 человек, которые слушают, вы зайдите на наш ютуб канал, ему равных нету, 20 500 роликов, во свете Библии Игнатий Лапкин, называется, и если вы пожелаете встретить... Если вы узнаете это все, вы увидите, как мы строим... Не курите, пожалуйста, мы не разговариваем с курящими, нельзя, с самоубийцами мы не говорим. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного аборта, ни одного развода нету. У меня тоже ни одного аборта, кстати, нет, у меня два детей, и ни одного развода, я со своим мужем 10 лет уже. Ну, это хорошо. Хорошо. Но здесь в основном сидят для того, чтобы найти себе не собеседника, а сожителя. Нет, мне просто скучно, я пользуюсь. Да, это не скучно, скучно, вы ничего не найдете. Тут собралось самое трусливое, развратное, злобное, все здесь. Ну, половина мужиков голые лежат, половина голову не показывает, только одной показывает, анонизмом занимаются, женщины сиськами трясут. Ну, кого тут разговаривать, кого смотреть-то? Вы зайдите на наш YouTube-канал, ему равных нету, и вы увидите, как у нас люди одеты, православные, русские, в настоящий момент. И скажете, даже невероятно, у нас нет того, чтобы ногти наращивали, красились, ни одна. Там, как будто первые красавицы в мире собрались. Как хиджаб, два платка надеты, по русскому обычаю, платье до полу. У нас безбородых нету. Безбород – это подкаблучник разведенный. И вы увидите настоящих русских людей. Я тоже, вот, не накрашенная. Вот, это хорошо. Ну, да, вам красоту, Господь, сохраните. Если женщина красивая и безрассудная, это что, золотое кольцо в носу свиньи? Так Библия говорит. Вас как звать-то? Алина. Ирина? Алина. Алина? А что это за имя такое? У православных нет такого имени. Галина есть. Вы не Галина, да? Я Алина. Да я понимаю. Алина-то Алина. Это древнехристианское имя. Ну, сейчас посмотрим. Подождите. А знаете, какую мне дочку зовут? Сейчас. У меня дочку зовут Иерусалия. Не русская? Иерусалия. Так, подождите, сейчас я гляну. Алла есть годская, а Алины нету. Нету. Церковный календарь. Ангелина у меня... Ангелина, а ангелоподобная? Да, это моё... Ну, когда меня крестили, это моё крестьянское имя. Ангелина. Ну, понятно. Ну, бывает, раньше называли Тракторина, там, Карина. Вот у мужчин называли Вилор. Владимир Ишлиянин, организатор революции. Ну, то есть, калабродили. Мужчинских имён 750. Вот я, Игнатий Тихонович. Вы, Игнатия, разве сегодня встретите так на каждом шагу? Нет. Вот так. А заметьте, раньше как было в правительстве у Сталина? Климент Ефремович, это кто? Не знаю. Ворошилов. Ну, как, вот дожились. Это главный его маршал, маршал, герой гражданской войны. Климент и где? Ефрем и где? А Сталин был? Сегодня мы с вами слушаем на течение презентации проектов, кто там всё приготовил, о теме, которую мы с вами уже посмотрим. Мы пришли сюда с определённой целью – возвестить волю Божию, Божий суд, который грядёт на землю. И великая и радостная вещь, что Иисус Христос умер за грехи людей распятый, прибитый, и в третий день воскрес. И сегодня дарует прощение всем грехам, кто приходит и кается. Начинается новая жизнь от рождения свыше. Вот как. Мы можем вам рассказать. Вот мы строим православную деревню, одна на всю страну такая, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Это то, о чём президент говорил перед федеральным собранием недавно. А нет у вас? А, Алтайский край. О, далековато. Ну, нормально. Это богатый край. Называется Житница Сибири. Здесь бескрайние просторы пшеницы, подсолнечника, гречки. Всё есть. Мало того, горный Алтай, кто любит горы. Красота. Это здорово. Это у нас там руины, да, везде. Дома, квартиры. Понятно. А вы в чат-рулетку... А мы по повелению Божию пришли. Нам Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Миллиарды дизлайков будет крещать день и ночь с сатаной, горя в огне. И мы пришли об этом сказать. Чтобы люди Бога искали, ходили в православную церковь. Правильно, здесь мы вас поддерживаем. Я простой человек, я не священник. Ваше дело плохое, одобряем. Видите, вот, если с вами разговаривать начнёшь, если вы не ругаетесь, можно поговорить хотя бы. Вот мне много пришлось заниматься преподавательской деятельностью, одновременно в пяти университетах вести занятия. Во всех отделах милиции, воинских частях, заводах и фабрики. У меня вышло 38 томов книг. И Господь положил на сердце подарить их библиотеке мира. Они воскрешают людей, грешников. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона. Скандинавию прошли, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов. И везде подарили полный комплект моих книг. А каждый комплект 750 евро. По нашим деньгам мы сделали подарок 35 миллионов рублей. Хотя не имеем денег. Это удивительно. Вот я устранил из своей речи слово «проблема». Я никогда не употребляю. А как так? А так её нету. А как нету? Когда есть. Есть, но другое слово. Называю так. Нерешённый вопрос. А зачем Глеб зарабатываете? Ну, я пенсию. В 81-й год мне. У меня очень большая пенсия за 35 лет трудового стажа. Ещё два месяца назад она была 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Но это уже мало. Да. 8 тысяч. Это за мусор, за ЖКХ не хватит. И мы живём и благодарим Бога. Не ругаем ни правителей, никого. Ну, как так? 35 лет отдать от труду. Да, никакой. Не просто труду, а я на самом тяжёлом труду. На стройке. Самые тяжёлые работы. Бетоны. Я 40 лет пищником был. Мне не давали работать по специальности. Советская власть гнобила нас. Когда закончил строительный техникум, а так как вся семья, все пролетариат, меня направили в МВД работать. Строго режимный лагерь. Плишкина и Иркутская область. Вот. Понимаю, как сами дали вам по специальности трудиться. А после того, уже никак. Я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Начитал и распространил. Ну и по этапу. Пришлось пять тюрем пройти и лагерь. Это за что? За слово Божие. Я 50 книг Аудио сделал. Среди прочих книг издал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. И брал интервью у репрессированных. Свободно живу, я спередаю. И написал стихотворение еще про Ленина. У меня четыре тома стихотворений. Каждый том 800 страниц. Это понятно. Это вы великую работу сделали. Я только одного поять не могу. За что вас наказали? И не понимаю, почему. Статья 190 примана. Действует в 1986 году. Только что я сидел. Еще в это время Чернобыль взорвало. Что ты хочешь сказать? Они не могут понять, за что вас наказали. Я вам отвечаю на это. Отвещаю. В это время все закрыто было. Нельзя было. Даже в лагере я был. И весь лагерь был предупрежден. Со мной разговаривать нельзя. Я мог разговаривать, а со мной нельзя было. Они не понимают, что было советское время, когда запрещено было о вере говорить. Да я не просто говорил. Я издавал, насчитывал. Тогда интернета не было. На катушке насчитал Библию. 50 книг аудио. И они сейчас в интернете стоят. Зарядите только аудио. Игнатий Лапкин. И вы сразу найдете. Понятно. Но все равно как. Видите, с Богом интересно когда. То есть перед тобой задача. Вот я стал говорить вам, проблемы нет. Мне говорят, вот министр внутренних дел Нургалиева. Он сказал, что в стране 3 миллиона беспризорных. Вот проблема. Я говорю, какая? Я образовываю детский лагерь. Зарегистрировал ее в отделе юстиции. И 48 лет его начальник. Без помощи государства тысячи детей подняли. Вот тебе и проблема. Вопрос решается. Давайте каждый делать. В стране уничтожено. В стране уничтожено. 31 тысяча сел. Мы взяли землю. С нуля возрождаем поселок. Где ни курить, ни пить нельзя. Ни одного аборта, ни одного развода. Любой вопрос надо решать. Бывает же случай. Или совершенно не бывает таких вещей. Допустим, из этого человека. Вы далеко от этого. От микрофона. Подойдите поближе. Я хочу спросить. Как вы наказываете тех людей, которые не соблюдают ваши правила? Или у вас все единомышленники? Нет, не единомышленники. Когда мы знакомимся. Вот сегодня только ко мне поступило, кажется, два заказа. А до этого было полторы тысячи наших объявлений. Аргументы и факты, известия, комсомолка. Приехать к нам жить. Из них мы положительно ответили только троим. Из них остался один. А почему? Межук приехал. Я не пью, не курю, но матерюсь. Ясно дело, он у нас не может быть. Как мы с ними поступаем? Один приехал нормально. Все. Дом построил. Но начал пить. У него, кажется, там была, как говорят, торпеда зашитая. Ну что предупредили? Один раз, второй раз. А третий раз он все продал и уехал. Потому что наш устав в краевом отделе юстиции. Мы ничего не требуем от человека, кроме того, что он обещал. Он, поселяясь, подписал бумагу. Мы большие труды положили. Мы дороги делаем сами. За свой счет. Вы попробуйте дорогу сделать 100 метров. Вы узнаете, что это стоит. Шесть прудов восстановили. Школу государственную. Не копейки за 29 лет от государства. И мы благодарим Бога. Просим одного, не мешайтесь под ногами. Причем он здесь? Кто? Причем здесь Бог, если вы сами своим трудом это все сделали? Ну, так каждый для себя строит. Сможешь построиться? Хотя в соседнем, где можно купить. Он говорит, причем тут Бог, если вы своими руками строили все? Ну как, без Божьего благословения никуда. Мы встаем 4,40. 4,40. Молитва. Чтение Слова Божия. Поэтому у нас ребенок ни один на улице не болтается, как попало. Все под присмотром. Наши дети... Какой вопрос? Администрация у вас наказывает за самодеятельность? А у нас нет самодеятельности. У нас все зарегистрировано в Краевом отделе юстиции. Наши уставы. Как это выходит? К примеру, вот собрались мужики и говорят, дорога нужна. Государство не помогает. Мы, мол, решили, надо так, надо делать. Мужски сделали дорогу, мол. Администрация, как она даст добро, тем более это... Только благодарит, только благодарит. Она не может. У нас денег нету. А мы сами делаем. Сами. У нас заброшенные пруды. А это наказывается. Представьте себе. А вдруг там теплотрасса какая-то? Да никого нету там вдали. 150 километров от города. Ну, эти теплотрассы, атомный завод. Ну, что молотить-то, что попало? Там ничего нету. Ничего. Бывшая дорога. Бывшая наша деревня. Бывшая. И 20 лет там пустыня была. Понятно. А церковь-то есть? Построили сами? Да, сами. Храм построили, школу. Школу построили. У нас учителя свои. Но они получают деньги. Учителя зарплату получают. А так больше нет. Пенсии получают. А вот где молодежь? Молодежь работает? Вот у вас пенсия. Молодежь как зарабатывает у вас? Все надо... Молодежь как на пенсию зарабатывает себе? Ну, как зарабатывает? Допустим, фермер. Он платит налоги все. Все там и медицинские полисы, и все оплачивают. Все работают. Молодежь учится в институты, заканчивает, возвращается домой, работает фермерами. Как работают? Работают. Ни один пьяный не бывает. В рот не берут этого. Понятно. Ну, ладно. Уважение вам тогда. Знаете, приехал у нас писатель Быков, писатель приезжал к нам, Дмитрий Львович. Ну, он много пишет в известиях-то. Ну, у вас, наверное, скучно, воскресные дни. Я говорю, давайте по пальцам загибайте, что мы делаем. Каждое воскресенье у нас в церкви богослужения. Ну, да хочу это. Я говорю, ты слушай сначала. После богослужения идут домой, люди обедают. После этого у нас занятия. Они идут по грибы, дальше ребятишки в лагере катаются на лодках, на лошадях. Для ребёнка что это? Ты понимаешь? Нет, я говорю. Дальше. Большая у нас тогда была видеотека. 500 фильмов. Показываем фильмы. И грибы. Ой, да у вас, говорит, лучше, чем у нас. Ну, вот и всё. Свежий воздух. У кого-то пасека, кто-то мёд качает. Это всё на глазах. Все заняты. А вы зайдите на наш Ютуб. У меня в интернете самый большой Ютуб. На весь интернет самый большой. У меня 20 тысяч 500 роликов. Посещаемость просмотров 46 миллионов. А как канал называется? Во свете Библии. Вот Библия, во свете её. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Заряди. Получается... Давайте сейчас, давайте, зарядите. Во свете Библии. Бери, бери. Хорошо, посмотрите обязательно. Игнатий Лапкин. Если вы зайдёте на меня по скайпу, по скайпу такая система есть. Я все ресурсы скину. У нас есть и форум свой. Имейл.ру, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. Везде. Сейчас интернетом проще всё это делать. Да. А так вас много, кто вас по стране поддерживает? Ну, просмотров вот у меня на моём канале 46 миллионов. Это в общем? Да, в общем. Ну, много, понимаете. Я вот молился, и мне очень трудно. И Бог дал 14 помощников. Старые вопросы, которые я студентам отвечал. И каждый вопрос я отвечаю по четырём параметрам. Что об этом Библия говорит? Что об этом говорят святые отцы? Это 300 томов. Что каноны церкви говорят? И что жития? И мировая литература, поэзия. Вы не курите только. Мы с курящими не разговариваем. Они самоубийцы. 12 лет жизни у вас вотнята будет. И 10 лет только кашлять будете туберкулёзом. Зачем вам губить? Красивый, здоровый, интересный мужчина. Зачем вам это? Берегите себя для Бога. Спасибо.